В столице идет ремонт шести стадионов при учебных заведениях. Недавно начались работы и на спортплощадке, которую делят ребята двух лицеев – Михая Греку и Николая Йорги. Сейчас там выравнивают поле и готовят основу для проведения ночного освещения, чтобы потом выстелить искусственным газоном, который предоставила Международная Федерация Футбола. Ремонт стадиона начался несколько недель назад. Первым делом срезали слой асфальта, а сейчас рабочие выравнивают площадку, чтобы приступить к укладке газона. Здесь будут тренироваться ученики лицея Михая Греку и Николая Йорги. Наш теоретический лицей существует 32 года. И за эти 32 года на этом стадионе ни разу не был произведен ремонт. Территорию стадиона облагораживают силами муниципальных властей. Они же взяли на себя установку освещения. А Международная Федерация Футбола выстелит стадион искусственным газоном и обеспечит его необходимым инвентарём и оборудованием. Стадион был в ужасном состоянии. Мы, как правило, проводим уроки физического воспитания в сентябре и в мае. И если позволяет погода, захватываем ещё и октябрь. Конечно, нашим детям не было возможности там ни играть в какие-либо игры, не проводить какие-то именно мероприятия соревновательного характера. Сейчас ученики лицея имени Михая Греку тренируются в двух спортзалах. Там есть всё необходимое. Однако ребята с нетерпением ждут, когда смогут поиграть в футбол на свежем воздухе. На сегодняшний день, наверное, это первостепенная задача – оградить стадион, чтобы туда не заходили люди, которые не умеют на сегодняшний день сохранять то, что для них делается. Ведь чего греха таить? Смотрим, и в городе что-то новое устанавливается. Обязательно находятся, я бы так сказала, мародёры, которые стараются всё испортить, всё уничтожить. Руководство при туры центру утверждает, что решение облагородить именно этот стадион было не случайным. Ведь на нём тренируются ребята двух лицеев. Мы с одним стадионом обхватываем сразу два учебных заведения. И с ними предусмотрен именно стадион футбольный. Но мы уже разговаривали, беседовали и с дирекцией образования, и смотрим в планах на будущее, может быть, 2021 или 2022 год, для того, чтобы благоустраивать территорию рядом, поскольку учебному заведению необходим мультифункциональный подход, в том числе и лёгкая атлетика. Всего в теоретических лицеях имени Михая Греку и Николая Йорги учатся свыше трёх тысяч детей. Власти муниципе уверяют, что постепенно очередь дойдёт и до стадионов других учебных заведений, чтобы ребята могли вести здоровый образ жизни и занимались физическими упражнениями с удовольствием. Отметим, мэрия начала работы по обновлению шести футбольных полей при лицеях Гаудиамус, Михая Витязул, Николая Йорги, Джорджа Калинеску, Николая Гоголя, Ливию Деляну. А в расположенном на ботанике лицеи Богдана Петричику Хэшдеу работы уже завершены. Финансирование взял на себя экономический агент.